МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В это день 9 июля родились. Граф Николай Шереметьев, меценат Обер-Камергир, основатель Невской богодельни в Санкт-Петербурге. Андрей Капица, доктор географических наук, участник создания Атласа Антарктики. В этот день 9 июля 1762 года в ходе дворцового переворота к власти пришла императрица Екатерина II. Она сместила с трона своего супруга Петра III. 9 июля 1791 года русская армия разбила турок в Мачинском сражении. Это было последнее сражение очередной русско-турецкой войны. 9 июля 1909 года в Петербурге заложен городской училищный дом имени Петра Великого. Ныне здание Нахимовского училища. 9 июля 1927 года в свет вышел первый номер «Роман газеты». 9 июля 1967 года продемонстрирован первый самолет вертикального взлета Як-36. После Второй мировой войны военная авиация бурно развивалась. Появившиеся только-только реактивные самолеты совершенствовались. А вместе с ними нужно было улучшать буквально всю авиационную промышленность и аэродромы. Скажем, из-за повышения скоростей требовались более длинные взлетно-посадочные полосы. Вместе с тем, опыт войны показал, насколько легко заполучить преимущество в воздухе, повредив бомбардировкой аэродромы. Истребители просто не могли подняться в небо. Идея создания самолета с вертикальным взлетом, машины, не нуждающиеся в аэродромах, давно витала в воздухе. Но возможность технической реализации появилась только в 50-х годах. В создании такого самолета был заинтересован и военно-морской флот. Такие машины можно было использовать и на палубах кораблей. Первая вертикально взлетающая конструкция появилась в 1956 году в Летно-исследовательском институте имени Громова. Назвать ее самолетом было сложно. Странный агрегат с единственным двигателем под корпусом. Назвали турболетом. Изделие неформально прозвали «летающим столом». В начале 60-х за работу взялось КБ Яковлева. Курировал проект лично Александр Сергеевич. По заданию правительства новый самолет должен был развивать скорость до 1100 км в час на высоте 1 км. Дальность до 600 км. Максимальный взлетный вес не больше 9 с небольшим тонн. Несмотря на новизну задачи, первый образец появился уже весной 1963 года. Для испытаний на специальном аэродроме соорудили бетонные котлова. Первое изделие от земли не отрывалось. Главной задачей было исследование защиты двигателей от реактивной струи. Второй аппарат привезли на аэродром в мае. Главным летчиком-испытателем назначили Юрия Горнаева. Он же поднимал в воздух летающий стол. Поначалу Горнаев выполнял взлеты на привязи. Самолет привязали к земле ремнями так, чтобы он не мог подняться выше полуметра. В июне наконец начались свободные взлеты и зависания на высоте до 5 метров. На такое раньше был способен только вертолет. И летом 1964 года третий доработанный экземпляр наконец совершил полет. Однако взлет и посадка выполнялись с небольшим разбегом. Поэтому настоящий день рождения авиации с вертикальным взлетом в этом году тоже не состоялся. Прошло еще полтора года. Горнаева сменил летчик-испытатель Валентин Мухин. На конец 7 февраля 1966 года Мухин поднял машину в воздух вертикально, пролетел один круг и совершил посадку с пробегом. Настоящий день рождения состоялся 24 марта. И взлет и посадка прошли в вертикальном режиме. 10 лет прошло с первых испытаний турболета до первого полета самолета с вертикальным взлетом и посадкой. Работы велись в строгой секретности. О существовании чудо-техники рядовые граждане страны узнали 9 июля 1967 года в Домодедово. Як-36 стал главным номером воздушного парада. Зрители были в восторге. Причем визуальная эффектность не упростила жизнь самолету. Тактико-технические характеристики оставляли желать лучшего. За годы разработки прототипа авиация шагнула далеко вперед. И Як-36 не мог конкурировать с самолетами потенциального противника в небе. Однако десятилетие трудов даром не пропало. Наработки были использованы при создании серийной модели Як-36М. Хотя форма новой машины разительно отличалась от предшественника, принципиальная схема работы осталась почти той же. Эта модель появилась в 70-м году, принята на вооружение только 7 лет спустя. И ушла в небытие вместе со страной, в которой появилась. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова